Президент поддержал. Сергей Носов заявил о намерении вновь участвовать в выборах. Задача для губернатора. Чего ждут магаданцы от нового главы региона? Кто это делал? Губернатор раскритиковал ремонт территории Дома культуры в Ягодном. Защита природы. В городе дали старт работе детских экологических отрядов. Президент Владимир Путин поддержал намерение Сергея Носова участвовать в выборах губернатора осенью этого года. Об этом глава государства рассказал в ходе рабочей встречи, которая прошла в Москве 6 июня. Губернатор начал свой доклад с того, что за последние годы в регионе начались серьезные изменения к лучшему. От стагнации в течение 25 лет практически не строилось жилье, социальные объекты, школы и больницы и наблюдался большой отток населения, он перешел к устойчивому развитию. Вырос индекс промышленного производства и объем инвестиций. Увеличилась в полтора раза добыча золота, активизировалась рыбопереработка. Как следствие развития экономики увеличился бюджет региона. Он стал более социально ориентированным, снизился уровень бедности. Развернулось масштабное строительство, заметно крупное вложение в реконструкцию систем ЖКХ. Большое внимание уделяется благоустройству комплексному развитию территорий, созданию комфортной городской среды. У вас уровень заработных плат, денег много никогда не бывает, но тем не менее он повыше, чем в среднем по стране. Правда, цены повыше, это понятно, но все-таки отток населения продолжается. На мой взгляд, причина в следующем. Во-первых, у нас высокие заработные платы, это за счет вахтовиков и сезонных рабочих. Золотодобывающая отрасль за 300 тысяч зарабатывает за сезон. Или квалифицированные работники на золотоизвлекающих фабриках, операторы, агрегатов и машин зарабатывает очень много. Но они увозят эти деньги все из Магадана, из Магаданской области. Уровень заработной платы очень важен, но не менее важно, когда человек принимает решение, где жить. Это, конечно, условия жизни ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова. Вот с системой ЖКХ, конечно, здесь проблемы у вас еще очень много. Сегодня у нас намечена большая модернизация. Во-первых, понятно, очень много программ, которыми мы активно пользуемся, в них участвуем. Спасибо поддержке правительства Российской Федерации. И Михаил Владимирович нас поддерживает, и, конечно, Юрий Петрович нам занимается. Марат Шекерзянович, он побывал у нас, он увидел ситуацию и обстановку, нас старается поддерживать. Но мы сегодня, наверное, одни из лидеров по изволизованию тех инструментов, которые есть в инфраструктурном меню. И мы видим в этом шанс, и еще раз повторяю, активно участвуем. Далее Сергей Носов отметил, что хотел бы вновь принять участие в выборах, чтобы продолжить реализацию намеченных планов. Владимир Владимирович, почти пять лет назад по вашему поручению я возглавил Коломой, и после избрания на эту должность, получив поддержку населения, я выполнял поставленные задачи. Что-то удалось сделать, есть понимание, что делать дальше. Мы наметили большую программу дальнейшего развития Коломы в рамках того же мастер-плана. Это 63 мероприятия на 220 миллиардов рублей, и она уже реализовывается, сейчас реализована. Вы знаете, Владимир Владимирович, вот у нас в традициях моей семьи было следующее, что если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать. Если, уважаемый Владимир Владимирович, вы одобрите то, что я в сентябре бы с поддержкой населения Коломы продолжил выполнять ваше поручение, реализовывать ваши программы, то я готов приступить к выполнению этих задач. У вас все получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъема экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются не более важными, а именно то, о чем мы говорили, это вот социальная сфера. Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет. Но все-таки самое главное, это поддержка людей. Поэтому, я думаю, что несмотря на то, что много сделать удалось, а как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, но все-таки выборы есть выборы, и я бы вам рекомендовал прямо напрямую работать с людьми, напрямую. И послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели, как результат вашей работы. Спасибо, я так и сделал. Спасибо. А чего бы хотели жители Колымы от нового губернатора и на что, по их мнению, глава региона должен обратить внимание, Олеся Хитагурова узнавала на улицах областного центра. Так он много что делает уже, вот. А если будет другой губернатор или этот же, но вот есть у вас какие-то задачи? Чтобы продолжал курс нынешнего губернатора. Я так думаю, по-моему, факт налицо, да? Ну, вообще-то очень много. Мы добываем золото, добываем рыбу, добываем все. А для региона, как для пенсионеров и для людей, я, честно, не вижу каких-то... У нас даже вот ямочные ремонты, ну, это же очень плохо. Почему во всем государстве везде дороги шикарные, а у нас, почему в Магадане все как-то не по-человечье. Плюс, мы живем на севере. Я, допустим, жил на Аляске. Почему там не берут налоги, а у нас в Магадане мы добываем, а налоги берут. По всему региону вы ездите, налоги берут. Тарифы на авиабилеты, вы думаете, это... Они обоснованы? До Хабаровска сколько стоит? Очень дорого. Зайдите в магазин, очень дорого. Мы добываем рыбу. Рыба дороже, чем мясо стоит. Ну, это как можно назвать? Попросилось бы губернатора попросить. Надо как-то на это обратить внимание, на самом деле. Для региона, ну, в принципе, продолжать по-прежнему так же развивать область, как и в настоящее время. Много объектов, которые сейчас уже в стадии реализации, строительства. Продвижение новых интересных объектов, таких как, вернее, продолжить вот такие значимые объекты, как парк «Маяк», как президентский физкультурный комплекс. Ну, в общем, работа идет, и дай Бог, чтобы было так же по-прежнему, совершенствовалось и порадовать магаданцев и колымчан. Задач? Да нету задач для него. По-моему, неплохо он у нас тут рулит. Дорожки улучшились, чище стало, уютнее. Благоустройство, ну, что сделать еще? Много сделано чего-то уже, но еще где-то не очень красиво, где-то грязно. Надо убираться, надо всем помогать в этом, я считаю. А вот как вы считаете, есть сферы, которым вот в первую очередь нужно уделить внимание, вопросы, может быть, какие-то? Я считаю, что здравоохранение. Здравоохранение и досуг наших детей, молодежи. Что там не так? Ну, вы знаете, в здравоохранении у нас к докторам сложно записаться. Если запишешься, то это определенный период времени, это очень долго. А дети наши, ну, хочется, чтобы уровень наших детей был такой же, как и на материке. Ну, чтобы он, как Носов, заботился о регионе, потому что с его приходом у нас много чего изменилось в хорошую сторону. А вот есть какие-то сферы, которым, на ваш взгляд, нужно уделить внимание? Уборки мусора вокруг города, потому что это ужасно. Это и люди должны сами следить за этим. Потому что приходишь в какое-то хорошее место, сначала убираешь все, а люди-то все в основном с машинами, неужели трудно вывезти? А вы какую сферу отметили бы? Да тоже, наверное. Так в основном все... В основном в городе хорошо. Меня устраивает. Если к нам придет новый губернатор в наш регион, в первую очередь изучить этот край, побеседовать с людьми, посмотреть вглубь и в суть нашего края. Он классный, он яркий, и он очень сильно просит заботы хозяйской. Нашему краю нужен настоящий папа, который будет в первую очередь заботиться о благосостоянии края. На самом деле все сферы требуют внимания. И специалистов, и риска пробовать что-то новое. Даже, к примеру, если брать наш асфальт. Все кладут по старым технологиям. И я абсолютно уверена, что если задаться вопросом и поизучать, посмотреть другие технологии, быть может пригласить реально специалистов из других северных регионов, может быть даже из-за рубежа, к нам в Магадан, чтобы они сказали свое экспертное мнение. Мы получим больше результат, чем сейчас, чтобы не тратить деньги из бюджета. Это как вариант. И так везде, и во всем. Продолжить начатую работу и закончить все. А вот есть какие-то сферы, которые требуют сейчас еще внимания? Как вы считаете? Ну, я считаю, что очень много сфер охвачено. Очень поддерживается образование и спорт. И это чудесно, и чтобы это продолжалось. Ну, в первую очередь, благоустроить, конечно. Какие у нас эти тротуары, дети бьются на этих самокатах. Дороги в основном. Ну, и, конечно, лечение, потому что сейчас вот закрыли эту поликлинику. Неизвестно, когда она откроется. И весь народ в одну. Просто не добиться никакого специалиста. То есть вы считаете, что нужно уделить внимание здравоохранению, ну и, собственно, дорогам. Есть еще какие-то сферы? Ну, их много. Всех не перечислишь. Ну, это вот в основном я вот считаю. Ну, я думаю, наверное, социальным каким-то вопросом. Ну, во-первых, это жилье. А во-вторых, заработная плата. Бабушки, дедушки, наверное, пенсионеры. Что конкретно? Ну, не знаю, пенсию. Не жалуются на пенсию. Могут как-то увеличить им. В одном из прошлых выпусков новостей мы рассказывали о поездке губернатора Колымы в Сусуман. Тогда Сергей Носов раскритиковал работу местных властей по благоустройству общественных пространств. На этой неделе глава региона побывал в Ягодном. И, как оказалось, там его железной охватки тоже не хватало. Летом прошлого года Сергей Носов посетил Ягодненский район. Во время рабочей поездки он встретился с жителями и побывал на нескольких социально значимых объектах. В их числе средняя школа, где ремонтировали кровлю, спортивный зал, пищеблок и столовую. А также автовокзал, где озвучили две проблемы. Нехватка автобусов для перевозки детей из округа на отдых. А также отсутствие компании, которая может проводить технический осмотр транспорта. Отдельно глава региона осмотрел рядом стоящее здание, которое по его поручению отремонтировали силами администрации и местного предпринимателя. В частности, сделали зал ожидания для пассажиров, пекарню и кафе. В этот раз Сергей Носов побывал в местном доме культуры. Его реконструировали в 2021 году. Сейчас предстоит привести в порядок зону вокруг здания. Но губернатор ходом работ остался недоволен. По его словам, средства, выделенные на ремонт, расходуются нецелесообразно. Зачем-то купили огромные и очень дорогие гранитные бордюры, которыми выкладывают прилегающую территорию. Хотя в этом нет необходимости. Она и так укреплена. Это даже не тротуарные бордюры. Кто это делал? Зачем сюда мне объясните? Такие бордюры сюда куда не идут? В чем смысл? Эстетические, технические, практические. Объясните мне. Теперь ответственным организациям предстоит ответить на все эти вопросы и найти аргументированные решения. Не так давно в сетевом издании «Говорит Магадан» вышла публикация о Раиде Салимове. Он руководит крестьянско-фермерским хозяйством «Надежда» в Ольском районе с 2018 года. По его словам, год назад там произошла вспышка птичьего гриппа, хозяйство полностью уничтожено, компенсация за понесенный ущерб выплачена не полностью, действенная помощь со стороны государства отсутствует. В связи с этим он обратился в прокуратуру. Об этом рассказал на радио «Карибуарт» первый заместитель прокурора Магаданской области Илья Максимов. Его постарались выставить виновным, в том числе и во вспышке очага птичьего гриппа. По ситуации, по выплатам, сейчас в министерстве у нас полностью все запрошены документы, начата проверка по этому вопросу, и она стоит полностью на контроле, каждую неделю заслушав оперативных работников по ее ходу. Буквально, пока недель нам даже документы с Минсельхоза не приступили, будет дана комплексная оценка, в том числе и действиям ветеринаров в этой части. Он указал на ряд фальсификаций документов, имеющих место тоже будем давать оценку всем этим аспектам. Да, действительно, мне ситуация-то крайне не понравилась в свете и последних событий обеспечения продовольственной безопасности. На Коломене так сильно развит кластер сельского хозяйства, чтобы, на мой взгляд, не оказывать им поддержки в этом плане. Сельское хозяйство, в моем взгляд, здесь представлено практически очень-очень скудно. Поэтому нужно действительно заняться, мы займемся серьезно этим вопросом. И я думаю, что в основном у нас проведение здесь. В областном управлении Министерства внутренних дел на этой неделе провели брифинг. На нем сотрудники рассказали, как они борются с бытовой преступностью и какую работу проводят для профилактики. Как отметил подполковник полиции, противодействие ведется по трём направлениям. Индивидуальная профилактическая работа с ранее судимыми, выявление и пресечение преступлений, совершаемых по бытовым мотивам, а также информационно-разъяснительная работа с населением. Бытовое насилие в отношении женщин чаще всего происходит в состоянии алкогольного опьянения. Выражается в физической и психологической форме. Как правило, преступлению предшествует конфликтная ситуация в семье. Вместе с тем, официальная статистика не отражает полной картины преступлений в отношении женщин, поскольку пострадавшие зачастую не обращаются в правоохранительные органы или медицинские организации. Говоря о статистике, он отметил, что за пять месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 27 преступлений, совершенных по бытовым мотивам. В прошлом году их было 18. Также в настоящее время проводится оперативно-профилактическое мероприятие защита. Оно направлено на предупреждение преступных посягательств в отношении детей, а также принятие мер по защите прав несовершеннолетних. Проводится обход жилого сектора, проверки чердаков, подвалов, заброшенных хозяйственных строений, проверяются места концентрации и возможного пребывания подростков, склонных к бродяжничеству, совершению противоправных действий. В рамках принятия мер по недопущению фактов вовлечения шаритников в экстремистскую террористическую деятельность, а также выявления информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, сотрудниками ОМВД осуществляется мониторинг информационно-тереуменационных ресурсов в сети интернет. Нордическая выставка продолжает свою работу в Магадане. На этой неделе она открылась в магазине «Центральный». Покупателям предлагают новый ассортимент весенней-летней коллекции верхней одежды европейских брендов. Подробности далее. Куртки, ветровки, штормовки, бомберы и не только. Все, что можно носить прохладным магаданским летом, представлено на Нордической выставке. Она снова открыта в областном центре. Гостям и жителям города здесь рады предложить качественные предметы гардероба известных европейских брендов. «Итальянская кожаная куртка из кожи оленя. Внутри идет натуральный подклад из сатина, то есть в ней тело будет дышать, не создаваться парникового эффекта. Два внутренних кармана, три наружных. Не продувается и не промокает за счет того, что кожей идет обработка аквалис». Здесь же можно ознакомиться и с зимней коллекцией. В большом разнообразии канадские, аляски, дубленки, пуховики и парки на шкуре песца и койота. Причем на весь ассортимент одежды действует акция, которая позволит сделать себе отличный подарок. Да еще и со скидкой. «Нордическая выставка на этой неделе продлевает акцию троиды на зимние вещи, на весну, на осень. На зиму будет снижена цена на 70%, на осень, на весну 50-60%. То есть возможность принести для людей старые зимние вещи или весенние, осенние, поменять их на новые с дополнительной скидкой». Компания «Союз импортеров» завозит демисезонную одежду на Колыму параллельным импортом, то есть без каких-либо отчислений западным правообладателям. Что приятно сказывается на цене. Покупатели рады видеть в Универмаге Центральный по адресу улица Горького, 4 до конца этой недели. По воскресенье включительно с 11 до 19 часов без перерыва на обед. В Магадане дали старт работе детских экологических отрядов. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в городском парке. Какая программа ждет юных защитников природы и сколько школьников будет задействовано в этой деятельности, расскажем в следующем материале. Веру Андрееву родители учат беречь природу и заботятся о ее чистоте с раннего детства. По словам шестиклассницы, каждый выезд на пикник начинается со сбора мусора на площадке и заканчивается тем же. Такому отношению к окружающей среде она учит и друзей. С радостью вступила в экологический отряд «Березка» родной второй школы. Мы хотим, чтобы наша природа стала чище, чтобы наш город стал чище, и чтобы люди стали просто добрее к природе и не мусорили, ничего не делали плохого. Мне просто нравится, когда чисто, мне нравится, когда нет мусора, нет сигарет каких-то валяющихся на земле, почве. Ведь мусор очень сильно загрязняет природу, и из-за этого погибают деревья, растения и многие другие. Девочка уверена, внести свой вклад в улучшение экологической ситуации может каждый, и для этого не нужно много усилий. Главное – начать с себя и не выбрасывать обертки и другие отходы в непредназначенные для этого места. Дальше больше. Небольшой субботник во дворе или зоне отдыха даст еще более ощутимые результаты. С верой согласны и другие участники экоотряда «Березка». Всего их 27. До конца июня, а именно столько продлится смена, ребятам предстоит проделать много работы. Их ждут трудовые десанты и субботники в общественных пространствах города. Ну, основная цель – это, конечно, чистота в городе, это природоохранная деятельность, это мероприятия, которые будут направлены на просвещение детей в части сохранения лесов, водных, биологических ресурсов, ну и в первую очередь-то экология, которая вокруг нас. Ну, если младшие школьники, может быть, еще не особо активно, да, но им пытаются привить это чувство, то вот учащиеся среднего звена, ну, на мой взгляд, на фоне тех мероприятий, которые проходят в течение года, принимают активное участие, потому что проходит много мероприятий и сервисов. Давайте сохраним лес, давайте соберем батарейки, которые не использованы, с различными нашими социальными партнерами. В том числе данные мероприятия, они воспитывают понимание того, что необходимо собирать раздельно мусор, необходимо его правильно утилизировать. Этим летом в Магадане открыли 23 оздоровительных лагеря, которые организуют досуг более чем для 400 детей. В их деятельность, помимо прочего, войдет и экологическая работа. Ну, это очень правильно в воспитательном процессе, потому что, помимо того, что у нас летние оздоровительные площадки называются, и первое, конечно, направление площадок – это на то, чтобы они занимались спортом в летний период, ходили в походы какие-то, отдыхали, ну и, конечно, приносили пользу городу, обществу, потому что все мы ответственны, социально ответственны. И такую роль они выполняют наши площадки по экологической направленности, а именно они помогают сегодня и городским службам, и вообще делают город красивее, чище, да, как сказал в свое время Санта-Экзюпери, словами маленького принца героя «Утром встал, бери свою планету». И я считаю, это очень важно даже в воспитательном плане. Итоги, проделанные экоотрядами работы, подведут в июле. Самых активных участников наградят грамотами и призами, определят и лучшую команду, ту, которая внесет наибольший вклад в заботу о родном городе. Олеся Хитагурова, Артем Булгару, Олег Дудник. Специально для Карибу. Далее информация о погоде. Не переключайтесь. А на сегодня у меня все. Смотрите телеканал «Карибум». Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова